Дорогие друзья, добро пожаловать на мой виртуальный урок. Продолжаем наше путешествие в русский английский. Сегодня вы в очередной раз убедитесь, что знаете огромное количество английских слов и не просто их знаете, а используете в своей повседневной речи. Попутно вспомним некоторые суффиксы, обратим внимание на звуки и пополним свой словарный запас. Продолжаем тему IT-технологий. Предлагаю взглянуть на слова геймер, стрим, стример, плеер, playstation с лингвистической точки зрения. Слово геймер пришло в русский язык со значением игрок на компьютере. Слово строится от английского слова игра. Гейм. Игра, забава, азартная игра, матч, партия. Слово гейм игра относится к настольным играм. Board games, настольные игры. A game of chess, партия в шахматы. The game is over. Игра окончена. Эта же форма используется как глагол to game, играть. И если к глаголу game добавить суффикс er, получится существительный игрок. Game, гейма, играть, игрок. Мы уже разбираем этот суффикс на прошлом уроке русский-английский. Use, использовать user, пользователь. Точно так же game, играть, гейма, игрок. Ну вот что интересно. А для действия играть используется не глагол game, а глагол play. Если мы хотим сказать, что игрок играет в компьютерные игры, то мы скажем the game plays computer games. Глагол to play, играть, исполнять, воспроизводить, идет с выражением как раз to play games. И как существительное play будет не игра. Да, внимание, это будет пьеса, спектакль, пьеса. Поэтому play как существительное вы встретите в таких выражениях to write to play, писать пьесу, to have a party in a play, играть роль в пьесе. Глагол play тоже можно переделать с помощью суффикса er в существительное player игрок. Однако player и gamer это два разных игрока, хотя на русский переводится одинаково. Gamer игрок и player игрок. Игрок player это тот, кто принял участие в игре, поиграл и потом пошел заниматься своими делами. Футбол player, теннис player. Да и на компьютере в начале игры, на заставках вы можете увидеть the first player, the second player. Но вот геймер это уже образ жизни. И если вы обратили внимание, в словарной статье было написано азартная игра. Так вот геймер это человек, который живет игрой, живет азартом, для которого эта игра профессия неотъемлемая часть жизни. И слово play как прилагательное также пришло в русский язык. И мы его используем, когда называем игровую приставку. Play station. Play station. Игровая приставка. Удивительно, что английское station пришло в русский язык со своим произношением. Буквы tion читаются как звук ш. Второй вариант названия игровой приставки тоже активно используется в русском языке game console. Игровая консоль, игровая приставка, пульт игры или пульт видеоигры. Как вы заметили, слово game идет в русском варианте как игровая, а вот console используется так, как и звучало в английском языке, без перевода. Правда, английское console на русском звучит со звуком l, console. O в открытом слуге дает звук l. В русском языке, конечно, мы просто говорим console. Геймеры очень часто проводят стримы. И стрим это тоже английское слово. Мне вообще одной кажется, что все, кто связаны с IT-технологиями и компьютерными играми, исключительно говорят на английском. Ну ладно, продолжим. Что такое стрим? Во-первых, эта форма также подходит для существительного, для глагола и для прилагательного. Очень удобно. И вы уже знакомы с этой особенностью английского языка. Выучил одно слово и применяешь как три части речи. Стрим – существительное течение, поток, ручей, река, речушка, струя. Берем уже знакомый суффикс –и-р. Добавляем. И получается у нас новая существительность стрима. Тот, кто работает в потоке. Тот, кто передает через поток. Такого слова, конечно, в русском языке нет. Поэтому и прижилось слово стрима. Оно короче, но все, кто занимается этим, прекрасно понимают, что оно обозначает. Русская версия слишком долгая. Вспоминаем, что и-р в конце слова дает звук э. Сочетание букв и-эй дает долгий звук и-и. И у нас получается стриме. Стриме. И эта же форма для глагола стрим переводится как лица, струица, передавать с потоком. Со значением передавать потоком и пришло это слово в русский язык. Геймеры передают свою игру через поток в интернет-связи. Подведем итог. Сегодня мы использовали суффикс –и-р для образования существительного от глагола. Гейм. Гейм – гейма. Плей – плея. Стрим – стрима. Выяснили, что гейм – это активная игра, не лишенная азарта. А плей – это пьеса. Соответственно, геймер – это игрок, для которого игра – это смысл всей жизни, работа, профессия. А плей – пришел, поиграл, ушел. Вспомнили звуки. И-р в конце слова дает звук э. Сочетание букв и-эй дает долгий звук и-и. Буква о в открытом слоге дает звук о-у. И сочетание букв тион дает звук ш-ш. Конечно, мы пополнили свой словарный запас полезными выражениями. А слова геймер, плеер, стример, стрим, плейстейшн и консоль вы знали и до этого урока. В следующих видео разберемся с фейстаймом, блютусом и прочими английскими русскими словами. Предлагайте в комментариях свои варианты слов, так называемых русских, английских. Мы их разберем обязательно на следующем уроке. Друзья, я не рекламирую свои товары, не рекламирую свои услуги, поэтому я благодарна от всего сердца за вашу подписку, комментарии, лайки, донаты. Подписывайтесь, поделитесь уроком и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых уроков. С нетерпением жду вас на следующем уроке. Bye!